Всем привет, друзья! Меня зовут Ваня, вы находитесь на канале Мобильный Мир, и сегодня я хочу вам рассказать про самое лучшее, на мой субъективный взгляд, приложение, которое позволит контролировать ваши финансы, то есть вести домашнюю бухгалтерию. Кому это может быть нужно? Здесь у каждого есть свое мнение на этот счет, и я видел огромное количество людей, которые считают, что деньги считать вообще не нужно, это сильно напрягает мозг, это не позволяет финансово расти, потому что мы зациклены на наших расходах. Я же придерживаюсь немножко другого мнения, я считаю, что поскольку деньги не приходят к нам из воздуха, то есть мы так или иначе их зарабатываем, мы вкладываем свои физические труды, свои умственные способности, свою энергию, свой интеллект, свои знания и все такое, и вообще тратим на эту нашу жизнь. И поскольку нам приходится это делать, самым лучшим вариантом будет посмотреть, на что же мы это тратим, и в определенной степени это корректировать. Если вы согласны с таким подходом, тогда приложение OneMoney будет для вас просто незаменимым, оно позволит вам сделать то, что делает скульптор с камнем, то есть он берет камень и отсекает все лишнее, получается прекрасное произведение искусства. Перейдем непосредственно к приложению, кстати да, оно платное, не надо сразу закрывать видео, на самом деле приложение платное, но оно без подписки, что уже очень круто в современном мире, где практически за каждый хороший сервис нужно каждый месяц отстегивать какую-то сумму денег. Я честно говоря не помню, за сколько я купил пожизненную лицензию, которая раскрывает все возможности программы, но это точно было до 1000 рублей. Я бы конечно купил, даже если бы оно стоило дороже, но точно рублей 600 я на нее потратил. Сейчас если я захожу в Play Market, то у меня есть возможность только открыть это приложение, не могу посмотреть сколько оно стоит. А заводить дополнительный Google аккаунт мне как-то лень. Ну короче до 1000 рублей пожизненная лицензия, есть бесплатная версия, но как вы понимаете в ней есть определенные ограничения. Я буду рассказывать именно про полную версию, потому что на самом деле приложение просто must have и его ну просто нужно купить. Ссылка в описании оставлю, но это не реклама, это мнение. Всегда на моем канале только мнение, окей? Даже если реклама. Итак, что же у нас есть непосредственно в меню? У нас есть учетная запись, понятное дело, возможности изменить пароль, выйти из учетной записи, добавить новую учетную запись, выбрать язык, выбрать тему. У меня стоит темная тема, валюта, формат валюты. Формат валюты интересная штука, ну просто потому что есть огромное количество вариантов, чтобы вам было удобно. Начало недели, начало месяца, начальный экран, все это вот такая вот штука здесь происходит. Есть возможность поставить пароль, правда лично для меня кажется это слишком избыточно. У меня телефон запаролен отпечатком пальца, поэтому ну как бы какой, как говорится, смысл? Можно резервировать данные, я это делаю на Google Диск, что в принципе удобно, классно и так далее. Специально для данного обзора я решил удалить все свои данные, во-первых, чтобы вы не видели количество моих денег, моих долгов и прочей всякой лабуды, вам это не нужно. А во-вторых, чтобы показать, как с этим работать, как только вы установили и приобрели приложение. У нас есть первая вкладка, вкладка счета. Вот мы закрыли вот эти вот три полосочки настроек и у нас есть вкладка счета. Какие счета мы можем здесь настроить? Ну во-первых, есть банковская карта. Естественно, со всеми этими счетами можно производить совершенно разные операции. Можно добавить новую, например, и типы счетов. Здесь есть все, что только можно. Ну, например, у нас есть накопительный счет. Мы даем ему название, можем выбрать иконку, цвет, например, копим на машину, как вариант, почему бы нет. Тип накопительный, в рублях, описание можно делать, можно не делать. И вот такая штука, как остаток на счете. Если вы, например, у вас наверняка есть какие-то деньги, то есть в любом случае какие-то есть, вы поставили себе приложение и у вас есть, например, остаток на счете 2000 рублей. И вот именно с этой суммы начнется, скажем так, ваш финансовый контроль данного счета. Цель, ну, нам надо накопить, например, 800 тысяч рублей. Столько сейчас машина может стоить, да? Выбираем значок и цвет. То есть цвет такой, значок, предположим, кошелек. Это все настраивается. Что еще можем сделать? Например, долговой. Далеко не в каждом приложении, в котором есть возможность финансового контроля, есть такое понятие, как кредитная карта. Кредитная карта сейчас есть почти у всех. Вот у меня тоже есть. Ну, поскольку я нищеброд, я же не рекламирую никакой банк, да? Поэтому будет тунка в сильвер. Мне должны общая сумма долга. Так, что-то я нихрена не понял. Ах, да, я вас обманул, короче. Я помню, я долго с этим парился. Ну, в смысле, как долго. Не сразу понял, как это работает. Короче, если нам нужно выбрать кредитную карту, если она у нас есть, мы выбираем не долговой счет, поскольку, судя по логике данного приложения, долговой счет – это когда нам должны. Поэтому выбираем обычный счет, но у нас тут может быть кредитный лимит. Предположим, да, у меня вот 225 тысяч рублей. А вот в качестве остатка на счете мы запишем ту сумму, которую мы торчим банку. Например, купили за 15 тысяч рублей что-нибудь. И давайте посмотрим, что из этого выходит. Вот здесь, вот конкретно в этом приложении офигенно видны движения средств по кредитным картам. Минус 15 тысяч рублей мы должны. 210 у нас есть на балансе. Вот, как бы такая вот штука. Ну, наличные, я думаю, что посчитать достаточно просто. Как работать с картами, ипотеками и прочей всякой штукой, я думаю, что вы разберетесь сами. Это достаточно несложно. Теперь давайте перейдем в категории. Категории – это самое удобное, что есть в этом приложении, несмотря на то, что изначально кажется, что за фигня, да, что за круг, а вокруг него еще кружочки. Если мы нажмем на середину кружочка, мы увидим доходы. Доходы, расходы. И вот именно таким способом, тапая посередине, мы переключаемся между доходами и расходами. Это удобно. Давайте теперь настраивать. Предположим, у нас мы можем добавить еще что-то. Пока добавлять не будем, зайдем в продукты. И здесь можно добавить подкатегории, потому что среди подкатегории можно выделить такие вещи, как продукты домой, например. Тоже значков масса можно выбирать, обвыбираться и настраивать сколько угодно. Продукты бабули, ну или еще кому-нибудь, кому вы покупаете продукты. Есть, например, вкладка кафе, но кафе бывают разные. Бывает это столовая на работе, бывает это кафе, где действительно ты сидишь, тусишь. Чтобы потом анализировать, сколько денег, например, ты за месяц слил на то, чтобы ты ел на работе, и потом эта сумма тебя ужаснет, и ты начнешь приносить еду с собой. У меня именно так примерно на пару недель после того, как я вижу вот эти суммы, именно меня так перекрывает, и я начинаю носить еду с собой, потому что когда сумма приближается к 15% от твоей зарплаты, ты начинаешь уже задумываться. Подарки, транспорт. Транспорт тоже можно настроить под категорию общественный. Денег на тройку закинул, все зафиксировал, и вот ты потратил, грубо говоря, 500 рублей на общественный транспорт. Как только мы настроили все, как нам надо, то есть добавили какие-то категории, убрали какие-то категории, мы нажимаем на стрелочку «Назад», и у нас появляется вот такой вот список. И как только мы что-то потратили, например, я предположим, что 15 минут назад сходил в магазин за молоком, я нажимаю «Продукты», выбираю пункт «Продукты домой», оплачивал я, предположим, с кредитки, заплатил я за молоко 70 рублей. Все это достаточно быстро, в списке операций это все отображается, и обзор потом можно за месяц анализировать, куда и что, как говорится, ушло. И в счетах мы тоже видим отражение действительности, то есть 70 рублей потратили с кредитки, вот, пожалуйста, минус 15 тысяч, 70 рублей. Вот такой, в общем-то, молодец. Что касается настройки доходов, это тоже можно все делать. Есть, например, зарплата, бизнес, кэшбэки те же самые, которые проценты по накопительным вкладам, проценты по какой-то инвестиционной деятельности. Все это тоже настраиваем, добавляем и так далее. И вот таким образом простое, но функциональное приложение позволит вам ежедневно видеть, что происходит с вашим кошельком, куда утекают деньги, на что вы работаете. А если вы еще начнете в какой-то момент анализировать, что, ну, скажем, час моей работы стоит 200 рублей, вот, типа, ну, или 300 рублей, ну, у всех по-разному. И там, 1800 рублей в день вы, например, зарабатываете, да? Получится, что 1800 рублей – это примерно 9 часов работы. И вы видите, что вы, например, на какую-то хрень полную потратили двадцатку. Ну, блин, это ваше время, это ваша жизнь, это ваше развлечение, это ваши просмотры сериалов, это ваше время с любимыми людьми, это ваша жизнь, это ваше наслаждение, нервная система, в частности. Ну, и, конечно же, это собственная самооценка, потому что вкалывать ежедневно, тратить на фигню – этим занимается огромное количество людей. Я призываю вас перестать этим заниматься, и приложение OneMoney с этим отлично справляется у меня на протяжении уже, по-моему, полугода. До этого я не так пристально за этим всем следил, чисто смотрел, что происходит в банковском приложении. Но поскольку банков много, один банк мне нравится, другой банк, ну, через другой банк я получаю зарплату, через третий банк я получаю доходы с сайтов, например. И все это нужно где-то агрегировать, где-то собрать воедино. Так что, кому нравится подобный подход к жизни, обязательно установите себе хотя бы бесплатное приложение, и платное ставьте, потому что, ну, не те деньги, как бы, чтобы экономить на собственной финансовой независимости. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, переходите на сайт, переходите на мои соцсети. Увидимся в следующих видео очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok